Что будет, если сильно тряханет в Алматы? Как спичка, вот так тык, как рухнет, и все, и никого нет. Треть здания является не сейсмостойким. Какие дома выстоят? Эти дома, они вечно здесь, сильный фундамент. А какие сразу рухнут? Дешевые материалы закладываются на уровне проекта. То, что по Аль-Хараби, они точно уйдут. Что думают сами жильцы? Братские могилы настроили. Мне страшно комментировать, просто страшно. Привет, это Айран. Землетрясение в Турции напугало нас всех. А что будет, если сильно тряханет в Алматы? Какие дома выстоят, а какие сразу рухнут? Выстоят ли советские панельки при сильном землетрясении? Что будет с современными ЖК? Какие многоэтажки собираются снести чиновники? За что эксперты ругают человедники? И какие дома сами жильцы прозвали будущей братской могилой? Подписывайтесь на наш канал. Здесь мы обсуждаем важное. Разрушительное землетрясение в Турции, которое случилось в начале февраля, и последующие мощные толчки обнажили проблему с современной застройки. Под завалами тысяч домов погибли больше 40 тысяч человек. И виновата в этих потерях не только стихия, но и банальная, как выяснилось, человеческая халатность. Из-за большого наплыва туристов и мигрантов из стран СНГ, Турция в последние годы переживала строительный бум. Жилые комплексы, как грибы, вырастали в рекордно короткие сроки. Многие застройщики получали так называемые строительные амнистии. То есть многоэтажки возводили без сертификатов безопасности. И вот результат. Сейчас параллельно массовым похоронам погибших в Турции проходят массовые задержания виновных в трагедии. Уже арестовали больше 200 человек. В основном это застройщики и подрядчики. На фоне турецкой и сирийской трагедии у казахстанцев и особенно у алматинцев возникает вопрос – а что у нас с жильем? Ведь Алматы находится в сейсмоопасной зоне. Какие постройки при возможном землетрясении выстоят, а какие – точно нет. Мы решили узнать о состоянии жилищного фонда Алматы у архитекторов, строителей и проектировщиков. В каких домах жить безопасно? Какие вызывают сомнения? И грозит ли турецкий сценарий Алматы? Если брать город Алматы, с 17 по 18 годы была сделана работа паспортизации. Паспортизация зданий и сооружений – более 10 тысяч объектов. Туда входят и многоквартирные жилые дома, и социальные объекты – это школы, больницы, детские сады, поликлиники. Треть зданий – это 30-35% являются не сейсмостойкими. Алматы расположены на 27 опасных разломах тектонических плит. Основные – это все горные районы города. Наименее опасным является Турксибский район. Остальные все – это Медриловский, Бостандыкский – они все находятся на разломах. Вот там опасность более высокая. То, что 60-70% будет разрушено, таких я не могу согласиться. Но по прогнозным данным, при катастрофическом землетрясении 9 баллов и выше, возможны разрушения до 30% жилых зданий. Какого года эти дома? Ну, 60 лет, 70 лет. А в каком состоянии они? Ой, в страшном состоянии, в очень ужасном состоянии вообще. Чиновники приезжают к вам? Нет, никто не приезжает, нет. А снести, переселить в другой жилье? Они должны сносить, еще с 97-го года они должны снести. Потом, 3 года назад, фирма одна, где 9 этажки строят, они хотели тут убрать. Нас собрали, собрали здесь было, и все, что-то заморозилось. И все, видать, не знаю, может, акимат не хочет ничего. Тут же такое место тоже хорошее. Как думаете, если у нас будет такое же землетрясение, как в Турции, эти дома развалятся? Да, без проблем, как спичка, вот так, тык, соберется и все. И хана ему. Все, там один каркас стоит, вот в этом доме нашем. Один каркас, там внутри камыш, и вот как бы уже практически нету, там он насыпался весь. Просто тупо деревянный дом стоит, вот так там двухэтажный. Еще бы одноэтажный был бы, еще ладно, промолчал бы. А два этажа сверху рад, как рухнет, и все, и никого нет. Мы в рамках паспортизации дали, это ветхие здания. Это вот те же вот каркасно-камышитовые дома, двухэтажные дома, плюс кирпичные дома, которые вот 275-й серии, где идут с деревянным перекрытием. Встречаются они также вот в Алматы. То есть они уже, как бы сказать, ну, не с точки зрения сейсмостойкости, а они уже морально устарели эти дома. То есть в основном, где расположены в санузлах, там деревянные конструкции снившие. Вот мы с вами сейчас в Золотом квадрате, так называемом, где у нас там самые дорогие квартиры в Алматы. Когда вообще эти дома строили, в каких годах? Вот этот дом, который я сейчас вижу, вот эти два дома, которые здесь стоят, они были построены в советское время. Сразу видно, даже по цвету фасада видно, что это был построен в советское время. Это, я думаю, что, наверное, 80-е, 79-е, вот те годы, 80-летие, вот максимум. Эти дома, я считаю, что они вечны здесь, сильный фундамент. Эти дома, в них же, ну, как бы по традиции жила такая советская интеллигенция, да? Да, да. Связано ли качество с тем, что строили именно для интеллигенции? Нет, 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 это ошибочный вопрос, строили одинаково. И для, ну, здесь строили фасад почти у всех одинаковый был там. Но дело в том, что здесь для элиты, когда строили советское, это партийно-советское работник, ну, у них просто квадратный метр были большие. 9 квадратный метр, например, если он академик или какой-то министр, ему 9 квадратный метр, как кабинет разрешался, и все. И потом они, когда уезжали на другой дом, квартира не сдавали. Не то, чтобы оставить там семьи, они сдавали ее. Это так называемые каркасно-каменные дома. Они сделаны в строгом соответствии с нормами антисейсмического строительства того времени. Я думаю, что и участок такой ответственный, действительно, золотой квадрат. То есть они достаточно устойчивые. Вот эти дома, которые здесь стоят, они вечно, в этом я убежден, потому что это в советское время строили, вот видите, вот это дома. Они любое зимой третий не выдержат. А вот те, которые по Альфа-Раби, я сомневаюсь. А вот это 12-25-этажное, стеклопакеты, стекло, металл. Металл и товарный бетон имеют свойство старения, как люди. 100 лет, 120 лет они стареют уже. Потом, если, не дай бог, будет зимой третий, там 7-8 годов. Вот это то, что по Альфа-Раби, они точно уйдут. И там в основном стекло, люди там все порежутся. Поэтому на это даже внимание обращать. Сейчас в коммерции главную роль играет не технология строительная, не качество строительства, а играет в бизнес, в бизнес-деньги. Вот вопрос в этом. Главный вопрос в этом. Вот немногим даже приходит в голову, за 30 лет в нашем городе все время шло строительство, но не было создано ни одной площади. Ни одной. Кстати, по поводу вот самих площадок, хотел бы сказать, сейчас тоже много говорится о том, что площадки, ну они называются площадка сбора или место сбора при землетрясениях. И многие понимают это как то, что, ну вот, скажем, произошло землетрясение, все выбежали, встали, переждали, покурили и пошли обратно домой. Это не так. В случае разрушений страшно даже не само землетрясение, а сопутствующие факторы. Пожары, кипяток, который польется в зимнее время, даже сейчас из крана практически кипяток течет. Канализация и так далее. Потом отрывающиеся элементы фасадов. Эти площадки, они потребуются не только для размещения людей, ну скажем, здоровых, раненых. Это будет организован какой-то лагерь, скажем, палаточный, какой-то госпиталь, техника спасательная, где-то должна парковаться, где-то у нее должны быть заправочные какие-то элементы с бензином, электричеством и так далее, и так далее. Аварийные какие-то службы. То есть эти площадки совершенно необходимы. А в настоящее время, поскольку статус их не определен, и в нормах ничего про это не сказано. У нас еще много в городе четырехэтажных советских кирпичных домов. Есть такой фонд. 308-я, по-моему, серия. Они там строили как бы в 60-х годах в основном. Вот на сколько они сейсмостоки? Скажу, значит, что и тогда думали о сейсмичности, и тогда были нормы, менее жесткие, но тем не менее были, и качество контролировалось. Особенность их в чем? Что это дома, собранные из кирпича. Кирпич армирован в швах. При сборке стен оставляются проемы вертикальные, такие пустоты. Туда заводится арматура и заливается бетон. Так называемый сердечник бетонный. То есть в итоге мы получаем такое, как бы как несъемная опалубка. То есть собрали стены, в эти пустоты заполнили железо бетоном. Довольно жесткая конструкция. И кроме того еще сейсмопояс заливался по стенам бетонный пояс. Так что они для своего времени, они тоже сейсмостоки. Но, конечно, для норм своего времени. Из анализа проведенных в рамках паспортизации при разрушительном землетрясении интенсивности 6 и более баллов. Там есть ряд домов, которые могут получить повреждения. И некоторые из них могут разрушиться. Это кирпичные здания, которые... Ну, в советское время все эти здания строились по типовым сериям. И эти типовые здания нами были изучены. Не просто там, как бы, зашли, оценили. А именно натурные испытания были проведены по 308 серии. Это кирпичные здания, трехэтажные, трех-четырехэтажные кирпичные здания с альсбетонными перекрытиями. И мы в 2018 году провели натурные вибродинамические испытания, выселив оттуда жильцов. И эти испытания показали, что да, эти кирпичные здания, они уязвимы. То есть при землетрясении могут получить серьезные повреждения. Панельные дома, они как раз против сейсмологии будут. Панельные дома, она выдерживает. Если фундамент хороший, панельные... Раньше вот это делали, есть еще такой был проект, кубики. Привозят, например, кухня уже готовый, зал готовый. Панельные. Просто ее на фундамент, если хороший, туда ставили, завязывали. Все. И она вечно, она не уйдет. 7-8 баллов только так выдерживают. Орбиты, орбиты, пятиэтажные дома, и окса, и пятиэтажные дома, которые строили в советское время до 90-х годов, они выдержат 6-7 баллов, это железно выдержат. После 7 баллов я конкретно не могу сказать, потому что я не бог, и в строительстве этих домов я не был. Но по моим понятиям, по материальным ресурсам, которые туда вкладывали, я думаю, что они 7-8, 6-7 баллов точно выдержат. Сами панели очень прочные. Вот даже это известная вещь, что невозможно дюбель забить, как упоминалось у нас в средствах массовой информации. Это свидетельство о том, что бетон очень хорошего качества. Причем бетон со временем становится еще прочнее. Но есть соединительные элементы, которые скрепляют панели, они металлические. Вот они, в случае попадания влаги, внешне может быть не видно, а влага может каким-то образом попадать, они коррозируют, они ослабляются. Но при современной аппаратуре это достаточно легко проверить. И вот раз в 25 лет просто в этих зданиях должен производиться так называемый капитальный ремонт. Эти здания по исследованиям МОЗ «Жилуни и проект» это Московский институт, очень авторитетный. Их срок службы составляет 150 лет. А вот еще есть панельные девятиэтажки, да, вот эти тоже типовые коробочки. 158 серия еще лучше. Это вообще конструкция, ну, практически для индустриального дома идеальная. Очень хорошая конструкция. Вот эта серия, она в советское время была самой сейсмостойкой. Ну, опять-таки, неважно, какой был дом, даже современные дома, они с учетом сейсминки все, если проект все сделан, потом дальше при эксплуатации, возможно, повредили конструкцию, и это уже ухудшает. Это может быть и в девятиэтажке, и в пятиэтажке, везде, где, возможно, была планировка, может быть, риски повышены. Для этого нужно более подробный аудит сделать, вывести, если где-то выявлено нарушение, дать рекомендации по усилению, и провести эти мероприятия по усилению. Так можно себя обезопасить. Необходимо провести обследование, просто такую программу включить. Во-первых, людям добровольно, может быть, даже обратиться к жителям, чтобы они сказали, да, вот у нас есть такой проем и так далее. И добровольно для собственной же безопасности усилить эти проемы. Усиление проема делает конструкцию даже крепче, чем она была до этого. Но не только старое советское жилье вызывает тревогу у казахстанцев. Вопрос к качеству нового ничуть не меньше. А истории с обрушением многоэтажки в Караганде и покосившимися домами в Алматинском Алгабасе только усиливают страхи. Все потому, считают эксперты, что государство почти никак не регулирует соблюдение строительных норм. Те же требования по сейсмостойкости зданий. Кто их соблюдает? Застройщики возводят новые жилые комплексы, соревнуясь в скорости, чтобы быстрее сдать один объект, взяться за другой и заработать побольше. Кстати, в Казахстане около 10 крупных и несколько десятков мелких турецких компаний строят дороги, заводы и жилье. Алматинские человейники, которые сейчас сильно критикуют архитекторы, тоже возводят турки. Но вице-премьер Казахстана Роман Скляр заявил, что проверять их чиновники не станут. Заступился за турецких строителей и посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи. По его словам, в Казахстане работают только проверенные и надежные фирмы. Если говорить о турецких подрядчиках, работающих за рубежом, нужно отметить, что они занимают ведущие позиции в строительстве. За рубежом работают обычно самые крупные подрядные компании, и они осуществляют свою работу по местным СНИПам. Казахстанские органы контролируют качество строительных работ турецких компаний. Независимые эксперты по-разному оценивают качество современного жилья, потому что никто не знает, как и из чего строят новые ЖК. Поэтому проверку на прочность здания проходят со временем или в результате трагедии, как в Турции, где на одной и той же улице часть многоэтажек развалилась, а часть выстояла. От чего это зависит? Почему рядом стоящие дома по-разному реагируют на встряску? Эксперты говорят, все дело в качестве строительства и стройматериалов. А какое оно у нас? Какую оценку дают специалисты? И что думают о надежности своих домов сами жильцы? Ну вот это вот социальное жилье, да, в том же самом Алгабасе, как его строят? Если был бы журнал «Крокодил», как в советской ремелии, это было в Казахстане, «Шмель», так раскритиковали бы, его никто не принял бы, такие дома, почему-то приняли. А кто принял? Тот же Акимат принял, тот же ГАЗ, тот же архитектура. Как это такие дома принимать? От того, чтобы понадавали квартиры, там все обеспечили, а вот там все рухнет, зачем это нужно? Какая польза от этого? Я, например, этот дом сколько ждала? 31 год. Получила. И когда начали выравнивать, у меня все как поехало. Все двери, все окна. А потом мне говорят, у вас же все нормально. Я говорю, ну, конечно, нормально. Унитаз сломался, дверь вот такая перекосила, мы новые ставили. Это же все материальные расходы. А почему мы должны, въезжая, делать ремонт? Квартиру я получила вообще страшную. Там дырка в полу, там дырка в стене, там дырка в потолке. Я целый месяц жила и делала. А что делать? Потому что жить негде будет. Я такая же многодетная. У меня ребенок младше инвалид. Сама инвалид. Сама инвалид. И толку. Как думаете, вообще дома выдержат какой-то, если вдруг там, не дай бог... Шесть баллов они еще выдержат, но развалятся. Четыре балла выдержат спокойно. Но пять-шесть баллов это уже братские могилы настроили. Это не дома. Это братские могилы. Потому что вот здесь, да, глинистый карст, почва. Если кто хорошо в географии учил в школе, глинистый карст, он по себе, сама почва, она вот так всегда постоянно идет. А представляете, дома построили. Почему они кренят? Потому что здесь было болото, дренаж нормально не сделали. Любой дом начали укреплять. Рим, помнишь, когда укрепляли? Сколько мусора вышло? Да, это ужас. Это один мусор строительный был внизу. Пакеты, мусор. Это было нечто. Было смотреть страшно на эти дома. Мне страшно комментировать. Просто страшно. Ну что такое эконом-класса? В самом термине заложено уже экономия. Есть такое среди архитекторов понятие. Если людям жить некомфортно или опасно, что бы это ни было, городская среда, квартира, подъезд, то ищите, на чем сэкономили строители. Есть же еще проблема, кстати. Все время говорят об увеличении жилищного строительства. Все, больше строить, больше, больше. Но больше строить, это уже сразу же речь о скорости. Скорость, это где-то неродилость, где-то опять экономия, где-то опять снижение качества. Проблема, опять, тут уже больше коррупционная. Возможно, кто-то там чисто плотно начинает как-то уже экономить, вынуждены там более экономить. Для этого с моей стороны я вот уже несколько раз предложение отправлял. Прекратить строительство чисто социального жилья, как у нас сейчас принято, типовыми домами. Причем уже дешевые материалы закладываются на уровне проекта. А еще подрядчик хочется экономить там, он еще дальше идет там, уже, короче, в общем, риски повышаются. Также еще одна проблема в попытках экономии. Я недавно читал отчет там, ну, органов, комитетам, отчитались перед правительством, что сэкономили на проектировании, получается, для социального жилья. Это, получается, на самом важном этапе в проект, где закладываются все основные решения, они решились экономить. Вот это неправильно. Наоборот, на проекте надо больше там вложений, надо сделать максимально безопасное, а еще и заодно и комфортное жилье. К сожалению, сегодня вот эти здания, которые строятся именно по госпрограмме, ни одно здание не проверено. Нами, нами, конечно. То есть, если, например, частные компании приехали, там строят целый там квартал, и один из этих домов, они дают испытания, чтобы мы проверили. Ну, конструктивная схема одинаковая, поэтому они дают. А вот те здания, которые именно строят по доступным жильям государственным программам, мы их, как бы, натурные испытания не проводились. Насколько наш частный жилой фонд сейсмостойкий? Ох, это тяжелый вопрос. Потому что часто люди, ну, скажем, внутри своего участка, а еще и не на какой-то основной улице городской, они считают, что можно делать все, что угодно. Конечно, не будучи, не обладая знаниями профессиональными, конечно, часто делают бог знает что. Но это очень сложно контролировать. Очень сложно. Хотя есть процедура. То есть, хочешь строить дом, ты должен сделать эскизный проект, составить задание на проектирование, все это сдать в акиматовские службы. Они выдают непосредственно свое задание на проектирование, где прописывают все материалы, как и что должно быть. Но контроль здесь, конечно, слабый. В этом смысле это очень сложно. Поэтому уж кто как. Тут уже на профессионализм расчет той бригады, которая будет строить. А элемент коррупции, ну, что греха-то? Конечно, конечно, есть. Есть, когда начинается, когда на кону, ну, как говорят обычно лоустройщики, у меня рабочие места, у меня люди стоят, у меня зарплата и так далее. Вроде бы благие, благие действия. В этом есть еще лукавство. Вот они идут на некоторые, ну, это мое мнение, они идут на некоторые нарушения, считая, что если что-то произойдет, тоже землетрясение, то есть такая фраза среди профессионалов, обстоятельства непреодолимой силы. То есть это природное явление, мы не могли прямо прям все нюансы учесть. Вот, и как бы это дает немножечко право морально ослабить вот себя в этом плане. Проверок нет после того, как дом построят или какое-нибудь здание, потом начинается сдача объекта. Раньше, когда объект сдавали, большая комиссия принимала, человек 14-15. И тогда там участвовали и ГАСК, и архитектура, и Акиматы. Тогда горком и райком были. А сейчас нет, они от этого отошли. Сейчас 4 человека подписаны, и все, и дом сдано. Тоже неправильно, я считаю. Застройщик, который строит, если он уже на рынке давно, он должен быть заинтересован строить без отклонения этих норм. Если строить в соответствии с требованиям норм и в соответствии с требованиям проекта, у нас проблем не должно быть. А вот проблема начинается тогда, когда вот начинают экономить, там закладывают не ту арматуру, закладывают, не тот бетон прочности, который заложен был в проекте. Вот тогда могут быть, да, действительно, здания, у зданий быть проблемы. А так делают, значит, строительные компании? Ну, есть такие моменты, да. Я не скрываю это, потому что мы узнаем тогда, когда мы начинаем сами это проверять и обследовать эти здания. А так ни одна же компания не скажет, что мы там не доложили или там мы отклонились от проекта. Никто это качество не смотрели же. Надо качество смотреть. Когда вот фундамент залили, сразу должна приехать проверка и начинать проверять. Особенно в системических районах. Проверять фундамент. Потом уже начинать давать разрешение на накладку или на освоение других уже этажей. Швара надо специально фундамент начать. Когда даже котлован копать, тогда уже надо начинать работу. Потому что они как вот фундамент залили, сразу начинать, через три дня уже начинать. Почему раньше давали время, срок строительства, а сейчас не дают. Сейчас за три месяца могут 20 этажей поднять. Вот как это так, Соченьки? Так не бывает. Не зря же в советское время на это внимание обращали. Срок строительства. Так и написали, пятиэтажные здания, срок строительства 9,5 года, 2 месяца. А сейчас такого нет. Сейчас я удивляюсь, за 4 месяца 12-15 этажей построили, сдали и все. Лишь бы отвязаться, лишь бы раздать, лишь бы продать. У нас проблема, что я тоже хотел сказать. Если вы хотите повысить себе безопасность, то на проектирование надо больше выделять средств. В сравнении, все Японию, это приводит пример, в Японии они уже и многоэтажки, и высотки строят. В Японии себе ограничений, у них таких нет. Но они на каждый проект, на каждое здание, если долю от СМР считать, то до 15% доля проектирования от строительства идет. У нас же до 1% сейчас. И эта цифра несовпоставима. Мы не сможем просто физически сделать проект на уровне Японии, если у нас просто бюджета нет соответствующих. Поэтому первый этап, который нужен, первый шаг в сторону безопасности, это повысить бюджет на проектирование. Потом стройматериалы же, в конце концов, где попал закупать, перед тем, чтобы строить дом, надо стройматериал проверять же, арматуру, какого качества, откуда завезено, выдерживает ли это арматуру или не выдерживает. Надо растягивать эту арматуру, надо ее попробовать на растяжку, на деформацию. Никто этим не занимается, нет лаборатории. После этого надо этим заниматься. Конечно, вы мне извините, не дай бог, сколько людей уже погибло в Турции. А в Алматы дом на доме стоит, это же опасное явление. Дай бог, чтобы все было нормально, я так считаю. Но когда сейчас уже будем строить, торопиться не надо. Надо строить медленно, но качественно. Это вопрос, наверное, один. От ветхого жилья в Алматы планируют избавляться постепенно по программе реновации. Первый этап планируют провести до 2025 года. Снесут более 300 домов и построят 150 новых. За следующие пять лет собираются демонтировать еще свыше 400 строений. Кроме того, Аким Алматы Ербулат Дусаев заявил, что под снос пойдут и панельные пятиэтажки, которым больше 25 лет. К сожалению, панельные дома обновлять невозможно. То, что построила АДК наше в свое время, эти дома считаются историей, но я считаю, надо снести. Потому что уже сам ресурс больше 25 лет за панельные дома они не выдерживают. А как обновлять постройки в других странах? Один из ярких примеров в том, как похорошела Москва при Собянине. В программу реновации там попало более 5000 домов. Включили в нее и строительство школ, детских садов, поликлиник в новых кварталах. Строго прописали и стандарты строительства, требования к качеству стройматериалов. Или вот в Эстонии решили не сносить, а обновить более 6000 советских хрущевок. При этом половину расходов за капремонт эстонские власти включат в счета жильцов. Алматинские эксперты считают, что реновацию у нас необходимо начать с аудита всех зданий на сейсмостойкость. И только потом принимать решение, что сносить, а что укреплять. Аким Досаев уже пообещал такой аудит провести. Успеет ли сделать эту работу до того, как где-нибудь рванет или само рухнет? По результатам наших работ сегодня в городе Алматы социальные объекты усиляются. То есть разрабатывается отдельный проект на смертную документацию и проводится сейсмое усиление зданий школ, больниц и поликлиник. В отношении жилых домов у нас такой информации нет, так как это связано с усилением, это связано с выселением жильцов и разработкой рекомендации. Сами усиления это подразумевают, что усиление необходимо выполнить с выселением людей. И поэтому на сегодня такой информации нет, что какие-то дома усиляются. На самом деле снос это очень невыгодное дело. И необходимо постоянно просто соблюдать регламенты по содержанию зданий. Вот как машину все живут, это техобследование проводят, техобслуживание, то же самое и здание. Там есть у каждого материала свой период. Например, кафель около 10 лет, штукатурка около 3 лет. И каждый этот элемент нужно вовремя заменять, ремонтировать, капитальный ремонт делать. У нас этого нет. В первую очередь у нас проблема в том, что опять в эксплуатации. Именно эта хрома в Европе, даже в сейсмоопасных зонах, здания по несколько столетий стоят. И у нас именно этого нет, потому что мы строим одноразовые здания. Ненадлежащий уход потом. Тут надо начать с того, что вот если вы знаете, в Москве сейчас стали сносить и панельные, и кирпичные. И может быть и у нас надо где-то. Но дело в том, что это очень дорого. Это может потянуть только такой бюджет, как у города Москвы. Потому что там вся страна работает на Москву, а Москва, так сказать, имеет такие возможности. В нашем случае, если за такое возьмутся, это будут такие колоссальные потери денежные, которые лучше бы пустить на более нужные вещи, вот на ту же экологию. Ведь экологические проблемы вообще никак не решаются. Вот вместо того, чтобы сносить панельные дома массово, эти деньги надо пустить на то, чтобы сделать полную паспортизацию всех зданий в городе. Наметить, какие нужно укреплять, и постепенно вкладывая денежку, где-то бизнес поможет, где-то государственные вложения. Вот приводить это все, усиливать, усиливать, дотягивать до современных норм сейсмических. Вот тогда мы, то есть, стремиться надо к чему? Чтобы жизнь была безопасна и комфортна. Это был Айран. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте. Нам важно ваше мнение.